Салют фипл, с вами Хьюман, как всегда год точек полезной и вкусной информации. Да, это оно. Ну что, продолжаем сегодня вместе с вами предыдущую тему про Intel. И если что, нет, я их не демонизирую, я абсолютно беспристрастен даже учитывая, что у меня камушек от AMD стоит, но все равно должны знать проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, особенно в контексте центральных процессоров. В прошлый раз мы говорили за видеокарты, в этот раз цпшки. И, да, на повестке дня альдерлейки, цпшки нового уровня, которые деформируются при установке. Погнали! Да, вы в прошлый раз спросили, не смею вам отказывать. Вчера мы с вами уже рассмотрели проблемы с видеокарточками от Intel, в контексте уже не переносов там каких-то, а именно с драйверами какие были. Плюс посмотрели как Intel и AMD судятся друг с другом, у них там своя движуха, но это в прошлом. Теперь мы смотрим на центральные процессоры. Из-за их новых удлиненных форм они могут сейчас спокойно деформироваться на материнских платах, когда вы устанавливаете их в новый сокет. И вот именно по этой причине, между процессором и кулером, сейчас вы будете видеть это замечательное видео, возникает некий зазор, а значит эффективность охлаждения снижается и вы должны понимать, что это не пустой звук, разница может составлять целых 5%. И здесь логический вопрос, а почему так происходит? Ну потому что слишком высокое давление оказывается на саму средину чипа. И в итоге теплораспределительная крышка начинает попросту выгибаться. Но тем не менее, некоторые энтузиасты как всегда пытаются решить эту проблему творчески. Подкидывают туда шайбу или иногда даже под индивидуальный заказ пластины. Но если так задуматься, то получается вот на выходе такая проблема, которой интел проблемой не считает вроде бы как, и мы, конечные потребители, за это платим деньги. Это странно. И естественно, после всего этого посыпались вопросы в контексте интел, и им в принципе и задали этот вопрос. Но реакция незамедлительная, интел дал ответ. Если говорить кратко, я вам процентирую полностью, что они ответили, но если говорить кратко, то интел считает, что это не проблема, а любые махинации людей, своими руками, грубо говоря, как с теми же пластинами и так далее, лишают человека гарантии. Как вам позиция? Проблемы не наши и ваши, но если что-то попытаетесь исправить в лучшую сторону, то как бы вы и виноваты, будете без гарантии. Лайк интел однозначно. Ну да ладно, эмоции в сторону, давайте посмотрим на прямую цитату. Мы не получали сообщение о том, что из-за изменений в теплораспределительной крышке, процессор интел кор 12-го поколения начинает работать за рамками заявленных характеристик. Наши внутренние данные показывают, что теплораспределительные крышки на процессорах 12-го поколения для настольных ПК могут немного изгибаться после установки в сокет. Такой незначительный изгиб является ожидаемым и не приводит к выходу процессора за рамки характеристик. Мы настоятельно не рекомендуем вносить какие-либо модификации в сокет или прижимные ножки ILM – Independent Loading Mechanism. Такие модификации могут вызвать выход процессора за рамки характеристик и аннулирование гарантии на товар. Ну что, как вам официальная ответочка? Напишите в комментариях. Так что да, компания подтвердила факт изгиба, но и подтвердила, что это не является ненормой, что на эффективность это не будет влиять. Но я здесь с этим полностью не согласен. То есть, получается, что Intel никогда не гарантирует, собственно, по-моему, ранее не гарантируя, что пользователь сможет полностью добиться максимальных результатов и производительности процессора на его, ну, скажем, пиковых нагрузках, пиковой возможности. Можно даже сказать, пиковой тактовой частоте. Потому что Intel гарантирует нормальную, адекватную работу только на базовых установках. Все верно, на базовой тактовой частоте. Немножко подробнее скажу, если вдруг не поняли контекст. Когда ваш чип разогнал, грубо говоря, либо там работает на завышенных от базовых частотах, да, то он начинает больше нагреваться. И здесь важный момент. Я вам сказал, что такой зазор, возможно, компенсирует нам в плохую сторону 5 градусов. То есть, процесс будет нагреваться на 5 градусов дополнительно. И когда мы доходим до уровня 100 градусов по Цельсию, тактовая частота в процессе может снижаться. И вот здесь как раз таки этот зазор в 5 градусов может быть, ну, условно критическим. Но, однако, и это не все. Синий проигнорировали еще одну, блин, вескую причину. Изгиб самого процессора может вызывать деформацию из сокета LJ1700. А значит, и деформацию материнской платы. Ну, понятно, что не все материнская плата, она не переломится, как Титаник. Но если есть деформация в чипе, которая тянет за собой сокет, которая тянет за собой материнскую плату, делайте выводы сами. И я не знаю, как у вас, потому что, по моей памяти, такой практики вроде как не было в IT-сфере, когда деформируется, условно говоря, вся горизонтальная площадка, весь базис. То есть, сколько в итоге прослужит материнская плата, ну, может, это не критично, конечно, но мне кажется, это неадекватно, что один элемент тянет за собой проблемы других всех остальных. Так не должно быть. И по факту, на практике, такая проблема как раз таки решается массивными крепрежными пластинами. И, кстати, именно по этой причине наши с вами IT-сфер-брать из проекта Tom's Hardware задали этот прямой вопрос Intel, как они считают. И далее цитирую. Представитель компании заявил, что изгиб теплораспорядительной крышки пока не соотнесен с продукцией отдельных производителей, ну, или вариацией конструкции ILM. Так что его компания продолжит собирать данные. А вы пока, кролики, пользуйтесь, тестируйте, тратьте денежки, а мы на вас все это испытаем. Но, самое интересное, если у вас вдруг начнется температурный троттлинг, то, извините, гарантия будет только в том случае работать, и вы сможете ей воспользоваться, если ваш процессор работал на базовых тактовых частотах. Так что, если вдруг вы разгоните процессор, если вдруг начнутся проблемы, как раз таки из-за этого изгиба, или как одна из причин, гарантия не сработает. Только базовые тактовые частоты. Такая вот нынче история у Intel. А на сегодня, ребятки, у меня для вас все. Так что, приходите завтра. Но с вами, как всегда, Блхюмэн, и, как всегда, кайфовой вам игры. Intel Boy, не обижайтесь, ничего личного, как говорится. Исправляйте ошибку Intel.